привет же ребятушки давненько я хотела вам показать свой топ 5 самых нелюбимых лошадей и сегодня я наконец-то это сделаю сразу хочу сказать что я никого не призываю не любить этих лошадей а просто говорю свое личное субъективное мнение и как я их вижу так что не обижайтесь если сюда попадут ваши любимые фигурки так что поехали что ж ни для кого не секрет что в этом видео будет много моделей последних годов и одной из них как раз является модель ахалтыкинского жеребца начала 2020 года не буду спорить сама по себе модель не самая плохая конечно же если не знать о том что это ахалтыкинец начнем с головы у ахалтыкинцев она продолговатая тонкая и сухая как еще говорят селедочная иногда даже с горбинкой на носу у модели шлях же морда абсолютно ничем не отличается от морд других моделей никаких характерных черт я здесь не увидела а горбинки на храпе даже речь не идет поехали дальше шея ну здесь шляхи и посыпались по полной шея у текинцев длинная с-образной формы или как еще говорят оленья с довольно длинным затылком ну а шея модельки опять же совершенно обычной формы а для модели квотерхорса шею это слепили подлиннее третий косяк грива халтыкинские лошади известны своей бедной растительностью у большинства лошадей кривы не видно вообще именно эта особенность стала характерной чертой породы но у шлях другое мнение они мало того что сделали модели довольно густую гриву и хвост таки еще и кучерявая да зачем спросите лучше у скульпторов четвертая ошибка это масть у меня есть предположение что референсом для модели стала вот эта известная фотография халтыкинской лошади ведь поза просто один в один соответственно скорее всего модель хотели сделать в изобеловой масти но у меня вопрос какая же это изобеловая это же просто желтая охра изобеловая масть если на то пошло персикового оттенка но никак не желтая возможно кто-то скажет что это поламина но где вы видели палевых поламина зачем тогда этот белый градиент что это за масть вообще но несмотря на большое количество недочетов выглядит он не так плохо как следующие наши экземпляры что ты такое ну вот что ты такое просто посмотрите на морду кнап струппера очень хорошо заметно что носовая кости довольно узкая и она постепенно сужается к концу но у модели же создается такое впечатление что она наоборот расширяется из-за широкой носовой кости морда становится практически прямоугольной глаза шлях последнее время поехал кукухой и начал делать всем лошадям раскосые глаза и если в случае с ахалтыкинцем это смотрелось нормально потому что у них и так глаза немного раскосы то у кнап струппера жени абсолютно обычной округлой формы поехали по гриве серая грива у кнап струпперов серьезно у этой породы грива белесая с естественной желтизной иногда с вкраплениями черных волосков она может быть черной но серая на точно никогда не бывает третья лошадь это тракинянская кобыла форма черепа этой лошадки послала анатомию на три буквы вместо того чтобы вписываться в треугольник как все нормальные лошадиные бошки ее голова имеет форму какого-то параллепипеда хотя такого даже в теории быть не может из-за этого голова кажется слишком длинные по отношению к телу также на носу есть неестественная розоватость она может быть только у светло-серых лошадей у темно-серых же она может проявляться только в местах где есть белая проточина но как мы видим нос полностью серый а значит розоватости быть не должно нос в данном случае должен быть либо белесый либо и вовсе темный но никак не розовый шея шея в модели слишком длинная и шланга подобная тракины не могут похвастаться своим лебединым станом их шеи не особо длинные и более мускулистые и широкие чем у модели перейдем к масти масть у модели заборная серая чего в природе у тракинов просто не бывает она должна быть либо значительно светлее как у этого коня либо иметь яблоки или гречку также у серых тракинов обязательно есть высветление на кончике хвоста а иногда хвост и вовсе полностью светлый у модели же он одноцветный без каких-либо градиентов 4 конь это лунный единорог 2019 года но здесь есть одна загвоздка на промо фото он выглядит гораздо симпатичнее чем в реальности одно время я даже хотела его купить но увидев в живую быстро передумала и так что же в нем разочаровала во-первых это его рок на фото он выглядит неплохо но в реальности он слишком длинный и похож больше на сосиску из хот-дога из-за своей длины и рок быстро гнется и единорог становится похожим на импотента также кончик рога не заострен что делает его еще больше похожим на сосиску грива вызывает некоторые вопросы создается такое впечатление что она растет не на шейном гребне а прямо на плечах к тому же из-за низкой детализации волосинок локоны выглядят очень спутанными также у единорога есть непонятная фигура на крупе одна из фигур это месяц а вторая это что созвездие или стручок гороха непонятно к этому странному рисунку еще и добавляется неряшливая покраска в итоге это выглядит не особо красиво по моему скромному мнению если изменить форму рога и заменить цвет серебряных участков на черный то единорог будет выглядеть намного лучше а пока что он не вызывает особого желания иметь его в коллекции и последняя лошадь на сегодня американская верховая 2020 года начнем по традиции с морды на фоне остальных моделей она абсолютно не выигрывает у американской верховой все линии головы довольно геометричны и прямолинейны чего не скажешь о модели почему-то автор скульптуры сотворил ей просто огромную нижнюю челюсть да и к тому же неправильной формы к тому же все линии головы у этих лошадей более покатая нежели у модельки из-за этих ошибок морда седлбреда совсем перестает узнаваться мастью фигурки почему-то точно такая же как и у ахалтекинца и только черт догадается это изабеловая или поламина хвост у модели максимально отталкивающий на репице он согнут в совершенно неестественной форме под 90 градусов будто у основы его обмазали суперклеем и просто сломали вот такой у меня топ 5 самых неудачных лошадей буду очень рада если вы напишите в комментарии какие фигурки от шлях вы считаете самыми непривлекательными и почему возможно позже я сделаю видео с вашими ответами всем спасибо за просмотр с вами был хел хест и до новых встреч пока пока